Синоптики прогнозировали нынешнюю зиму как снежную и морозную, в чем мы уже успели убедиться. В зоне риска во время снегопадов в условиях плохой видимости находятся пешеходы, особенно в плохо освещенных местах. В целях повышения их безопасности в зимний период сотрудниками госавтоинспекции Московской области с 5 по 11 декабря проводились оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Пешеходный переход». Для этого были созданы мобильные группы из трех человек, несущие службу в темное время суток. Перед ними стоят следующие задачи. Профилактика и пресечение административных правонарушений в области пешеходами дорожного движения. Также перемещение пешеходов с проезжей части для доставления их в ближайшие органы отдела полиции, если они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Если нужна им помощь, значит доставляем их в первые медицинские учреждения. Действительно, если человек замерз или ему требуется медицинская помощь, он может обратиться к сотрудникам ГАИ с просьбой подвести его до ближайшего медпункта или просто тёплого помещения. Также в рамках рейда пешеходам напоминали о необходимости передвижения вдоль проезжей части навстречу транспортному средству и о важности использования света возвращающих элементов на одежде. Если пешеход находится вне населённого пункта. Честно говоря, я уже спрашивал, два раза уже спрашивал. Фликин. Вообще, на руку. На почте у нас на почте продаются. Даже находясь в городе, некоторые пешеходы креативно подошли к вопросу безопасности на дороге. И пускай Елизавета ходит в основном по хорошо освещенным местам, тем не менее и она сама, и её дочка хорошо видны водителям. Буквально за один день съездили в магазин, купили фары, потому что в тёмное время суток очень страшно ездить с коляской и переходить дороги. Есть люди, которые не видят просто-напросто человека. Например, я полностью в чёрном, а меня не видно. С Елизаветой солидарны и другие пешеходы. По их мнению, фликеры и прочие светящиеся элементы даже могут стать своеобразным украшением. «Поскольку у нас 21 век, я думаю, что это будет хорошо выглядеть для нашего местного населения». Операция «Пешеход» завершена. Но участникам движения стоит не забывать о внимательности и бдительности. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов.